Горячая пора, коронавирусная статистика и открытые границы. С июля гражданам Польши разрешен временный безвизовый въезд в Беларусь. Какие условия? Соблюдение правил равно безопасные каникулы. В Беларусь увеличилось количество детских травм. Запрещено баловство, запрещено нырять, прыгать, сплав средств. На что еще стоит обратить внимание родителям? Идеальное покрытие. В городе продолжается ремонт дорог. Будет также нанесена новая дорожная разметка. На каких улицах уже завершен апгрейд? Новый монумент. В городе обновляют еврейский дворик. Все, что еврею нужно, кроме семьи, может дать ему синагога. Чем сегодня живет община? На страже исторического наследия. В городе презентовали библиографический указатель об Абруйской крепости. Выделили основные такие темы, то есть начало строительства, как крепость строилась. О чем он расскажет? Летний ковид, дорогая Венеция и покушение на политика. Экс-премьера Японии Синзо Абе скончался в результате совершенного на него нападения. Кто стрелял? Новые руководители назначения. Президент принял ряд кадровых решений. Так сменились руководители в Белспецнежтехнике, Госкомитете по науке и технологиям и Департаменте государственных знаков Министерства финансов. Плюс новоиспеченные председатели районов Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областях. Александр Лукашенко обратил внимание, нынешняя уборочная для многих настоящий экзамен. Для его успешной сдачи необходим сплав опыта, коммерческого и творческого подхода, а также железная технологическая дисциплина. Тогда и продовольственная безопасность в стране гарантирована. Еще одна острая тема – борьба с тунеядством. По отношению к безработным действуйте так, как вы примете решение на исполкоме районного совета. Они все должны быть заняты, ибо потом мы будем тратить огромные деньги для того, чтобы их заставить не просто работать, а в чувство привести. Правоохранительные органы будут тратить огромные деньги. И вы посмотрите, основные тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии, в основном безработными. Обратите на это внимание. Создайте им рабочие места, если их нет, хотя я уверен, что сейчас рабочих мест достаточно в любом районе. И заставьте каждого работать. Позже Александр Лукашенко провел встречу с председателем палаты представителей Владимиром Андрейченко. Обсудили законодательную деятельность. К слову, в ходе прошедшей восьмой сессии депутаты рассмотрели 60 законопроектов. Это изменения в Гражданские и Уголовные кодексы, новая редакция кодекса о земле и другие документы. Еще одна важная работа парламентариев – приведение закона в соответствие с новой Конституцией. Чтобы лето было безопасным. С наступлением каникул в Беларуси увеличилось количество детских травм. Безоботное времяпровождение порой приводит к печальным последствиям. Из последнего в карьере на Наумову утонул 14-летний подросток. Взрослых рядом не было. Так почему любимая пора года наиболее опасная, расскажет Карина Угревич. Солнце, вода и горячий песок. В самом разгаре летние каникулы. Безоботное времяпровождение порой приводит к печальным последствиям. Чаще всего, когда школьники остаются без взрослых и предоставлены сами себе. Например, дома. Электроприборы, газовая плита, провода и розетки. Опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Открытые окна – еще одна актуальная и больная тема. За шесть месяцев 2022-го только в Могилевской области с высоты упало пятеро детей. Следователи призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра даже на непродолжительное время. Все окна в квартире должны быть оборудованы специальными запирающими устройствами. Это крайне важно для безопасности ваших детей. Лето – горячая пора и для спасателей. С первых теплых дней сотрудники ведомства напоминают о правилах безопасности. Но особо важен здесь родительский контроль. В противном случае не избежать трагедии. Так, в конце июня в Бобруйске утонул подросток. Компания из пяти человек отправилась на Березину. Несовершеннолетний оступился и ушел под воду. В МЧС и родным они не звонили. Позже тело обнаружили на глубине около трех метров. А буквально в четверг еще один ребенок стал жертвой карьеры на Наумова. Четырнадцатилетний мальчик с братьями и сестрой пошли купаться. Отойдя от берега на пять метров, он нырнул и уже не вынырнул. Поиски ребят ни к чему не привели. Шум и крики услышала проходившая мимо женщина. Она и вызвала подмогу. На воде запрещено баловство, запрещено нырять, прыгать с плав средств, подплывать каким-то плавательным средством, заплывать за буйки, за ограждения. Ну и, конечно же, бояться переохлаждения. Нужно дозированно купаться, выходить на тепло-свежий воздух для того, чтобы прогресса и чтобы не было судора. Дорога – еще одно опасное место. За пять месяцев 2022-го с участием детей произошло 116 ДТП. 119 ребят были травмированы, 6 погибли. Вина во многом на взрослых. Одни не досмотрели, другие были невнимательны за рулем. Большинство происшествий происходят во дворах и частном секторе. Стандартная ситуация – ребенок выскочил из-за стоящей машины, а водитель просто не успел среагировать. При пересечении дороги маленького ребенка нужно крепко держать за руку, не за ладошку, а за запястье, чтобы ребенок не мог вырваться и самостоятельно пересечь проезжую часть. Чтобы лето было безопасным для вашего ребенка, расскажите ему эти простые правила. Необходимо носить головной убор в жару, не есть неизвестные ягоды и плоды, которые растут в лесах и парках, и ни при каких обстоятельствах не брать что-либо у незнакомых людей. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Максим Галеонко. Итоги недели. С июля гражданам Польши разрешен временный безвизовый въезд в Беларусь. Для пересечения границы не требуются ПЦР-тесты, сертификаты вакцинации. На введение будет действовать до 31 декабря включительно. Подобный безвиз действует и для представителей Литвы и Латвии. Экономическая реальность диктует производителям изменения условий работы. Сегодня многие предприятия работают над совершенствованием экспортной стратегии, выстраивают новые цепочки доставки продукции и открывают рынки сбыта. Так, сейчас белорусская продается в 142 странах мира. И несмотря на торговые препоны, за 4 месяца внешнеторговая сальда страны составила более миллиарда долларов. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало статистику распространения COVID-19 на 1 июля. По данным ведомства, с начала пандемии в стране зарегистрированы более 994 тысяч человек с положительным тестом. Всего проведено 13 миллионов 646 тысяч 641 тест. Специалисты прогнозируют, COVID-19, как и грипп, станет сезонной болезнью. Всплеск заболеваний будет приходиться на осень и весну. Первый этап вступительной кампании в Беларуси завершен. У абитуриентов прошло последнее централизованное тестирование по всемирной истории. Результаты некоторых предыдущих испытаний уже известны. Например, объявлены баллы по биологии. 39 человек показали максимальный результат. Резервные дни для сдачи тестов – 12, 14 и 16 июля. Но только для тех, кто не пришел в основной день по уважительной причине. Выдача сертификатов начнется 14 июля. А уже с 18-го все документы можно нести в ВУЗы. Белтели радиокомпания объявляет старт проекта «Фактор.бай». Второй сезон популярного вокального шоу выйдет в новом формате и с акцентом на свое. Звездные наставники и перспективные исполнители снова встретятся лицом к лицу на сцене. Если вы умеете петь, хотите стать звездой, получить контракт от продюсерской компании, записывать свои песни и снимать клипы, тогда присылайте заявку. Подробности на сайте медиахолдинга. От жизни к жизни. В еврейском дворике открылся памятный знак, посвященный жертвам Холокоста. Идея зародилась в 2020-м. Создан мемориал при поддержке роководства города и бобрычан, которые живут по всему миру. О горькой истории возрождения далее. Еврейский дворик на Чангарской – популярное место среди туристов и настоящий кладезь истории. Внутри пешеходные дорожки, красочные клумбы и уютная беседка. Торжественно его открыли в 2019-м, буквально неделю назад, в День города. Здесь появился памятный знак, посвященный жертвам Холокоста. Мемориал изготовлен из камня, металла и бетона. Красная плитка символизирует горькую историю военных лет. Черные балки – погибших людей. А звезда Давида – возрождение еврейской жизни по всей Беларуси. Идея создания памятника зародилась в 2020-м. Проект получил жизнь благодаря неравнодушным бобрычанам со всего мира. Благотворительная помощь – одна из составляющих существования еврейской городской общины. Мы для этого сделали специальный сайт, который через него они приносят пожертвования. Флашиваем, тратим, используем вот эту гуманитарку для нашего населения, для бобруйского населения. В том числе, естественно, ремонт этого здания, синагога, еврейские дворики и разных еврейских мест в городе. Мы за этот год почти около 80 тысяч долларов собрались от нециантов, от многих людей, которые решили дать плечо в развитии бобруйской общины. Средства идут на различные проекты. Например, накануне Песаха верующим раздали около тонны мацы. Также подготовили праздничные продуктовые наборы. Особый акцент на развитие туризма, регулярные выставки, экскурсии и мастер-классы. Все, что еврею нужно, кроме семьи, может дать ему синагога. Здесь молятся, здесь учатся, здесь можно провести целый день. Синагога в переводе с еврейта «бнейкнесет» – в переводе с еврейта «дом собраний». Поэтому синагоги – это не только молильный дом. Это дом, где живет община любой жизнью. Где есть дети, где есть подростки, где есть пожилые люди, где есть люди среднего возраста. Синагога сейчас единственный действующий еврейский храм в городе. За долгие 200 лет существования здесь размещался и военный склад, и ателье, и даже мельница. Лишь в конце 20 века здание вернулось к иудейской общине. От первоначальной святыни до наших дней сохранились лишь окна на чердаке. Внутри хранится Тора – редчайшая священная книга. Двери здесь открыты всегда, для всех желающих. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Максим Галеонко. Итоги недели. Транспортные артерии города. В Бобруйске обновляют дорожное покрытие. Водителям нужно объезжать Гоголя, Уридского и Спартаковскую. На них ведутся работы. Фрезеруют и укладывают новый асфальт на Гагарина. Продолжается ремонт на Рокоссовского. От 50 лет ВЛКСМ до Джаникидзе. Оформляют съезды. На участке Паульяновской, который стал самым большим проектом 2022-го, апгрейд практически завершен. Остались лишь тротуарные дорожки. На некоторых участках дорог, где обновлено дорожное покрытие, будет также нанесена новая дорожная разметка, которая будет изменять организацию дорожного движения. Будьте внимательными и осторожными при проезде данных участков дороги. Работники ДЭПа трудятся с середины мая. Уже отремонтировано больше 1800 метров дорожного покрытия. В ближайшее время начнется замена асфальта на участке от Джаникидзе до Кольца за счет средств Республиканского фонда, так как Минская транзитная магистраль. Водители призывают заранее планировать свой маршрут и не парковать машину в обочин, чтобы не мешать специалистам. О среде без барьеров. На конечной первого маршрута троллейбуса прошел тренинг. Среди участников 12 водителей и 5 инвалидов-колясочников. Как помочь заехать в салон и выехать из него? Что делать, если пандуса нет? Звучали вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются люди на практике. Существует закон о перевозке городским электрическим транспортом, в котором сказано, что обязанностью водителя является оказывать помощь пассажирам. Далее у нас разработана инструкция своя. Где подробно расписаны действия водителя троллейбуса при перевозке пассажиров с инвалидностью. Подобные встречи проводятся ежегодно. Стоит отметить, в Бобруйске 35 троллейбусов и 43 оборудованы пандусами. История в нижнем переплете. В Краевическом музее прошла презентация нового библиографического указателя о Бобруйской крепости. Авторы Светлана Калюта и Татьяна Голубева. На 330 страницах можно найти стихотворения, легенды о крепости, карты, схемы, иллюстрации с видами зданий и сооружений. Всего 12 разделов. Первое издание удело свет в 2012-м, 200-летию о заведении цитадели. За 10 лет удалось отыскать новые сведения. Мы здесь выделили основные такие темы. То есть начало строительства, как крепость строилась, потом как Отечественная война с начала 12-го года, декабристы отдельно можно прочитать, глава посвящались комендантам города. Тираж книги составил более 100 экземпляров. Символично вышла она в год 635-летия Бобруйска и стала подарком для жителей города, а также любителей истории. Мировой голод, плата за вход и отставка Великобритании. Борис Джонсон объявил, что уходит с поста главы правительства. В чем причина? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Экс-премьер Японии Синдзо Абе скончался в результате совершенного на него нападения. Абе выступал с предвыборной речью, когда неизвестный мужчина открыл огонь из самодельного оружия. По данным полиции, ему дважды выстрелили в спину. Совершивший покушение, задержан на месте преступления. Его личность установлена. 41-летний Тецуя Ямагами раньше служил в морских силах самообороны. В настоящее время полиция допрашивает преступника, о его мотивах пока не сообщается. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке, но будет исполнять обязанности главы правительства до выборов. Он также покидает пост лидера консервативной партии. Политик отметил его уход – желание единомышленников, но ему лично не хотелось бы уходить, цитата, «с лучшей работы в мире». Он поблагодарил британцев за оказанное доверием. Волна летнего ковида охватила Европу. Рост числа заражений снова зафиксирован во Франции. По данным Минздрава, он составляет последнее время 200 тысяч в день. В аптеках по всей стране не справляются с потоком желающих сделать тест. В Германии тоже бьют тревогу. Число инфицированных выросло до 150 тысяч в сутки. Специалисты отмечают – штамм «Омикрон» грозит европейцам испортить летний отдых и запланированное путешествие. Человечество отдаляется от поставленной цели – искоренить голод к 2030-му. К такому выводу пришли эксперты ООН. Согласно данным, в прошлом году по всему миру недоедали около 830 миллионов человек, а это составляет 10% населения планеты. Всего с начала пандемии на 150 миллионов увеличилось число людей, страдающих от дефицита продовольствия. В Венеции введут плату за посещение центра города. Эта мера направлена на ограничение потока туристов, которые здесь находят чрезмерным. Местные власти заявляют – они стремятся таким образом восстановить баланс между приезжими и жителями города. Цену в размере 10 евро начнут взимать, начиная с 6 января 2023-го. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, 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 нов